Козлова Вита Святославна Сегодня в добром здравии, в хорошем настроении. Итак, лекция, которую я хочу сегодня предложить вашему вниманию, представляет собой довольно дерзкую попытку объять необъятное. Нам всегда внушали, что это невозможно. Да, действительно было очень трудно выбрать из поразительного многообразия соприкосновений человека и лошади в самых разных областях, начиная со спорта и заканчивая искусством и литературой, медициной, войной, выбрать главное. Но оказалось, именно это разнообразие и является главным. Оно подчеркивает уникальность лошади, уникальность ее роли в жизни человека. Фраза «Взгляд из России» к первоначальному названию лекции была добавлена абсолютно не случайно. Так как наряду с первыми Олимпийскими играми и предметами вековых споров в тотализаторе на ипподромах, мы поговорим и о том, кем в действительности были изумруд и холстомер из рассказов великих русских писателей и о русской тройке, а также о лошадях Клота на Аничковом мосту. Вы узнаете о том, кто именно из выдающихся персон мирового конного спорта стал, не удивляйтесь, прототипом Джеймса Бонда. И если предыдущая лекция была полностью посвящена спорту, то сегодня я буду рассказывать не только о спорте, но и о том, что лежит за его пределами. Чтобы не заблудиться в этом очень и очень большом разнообразии, подчеркиваю еще раз разноплановом сюжете под названием «Лошади и люди», я разделила лекцию на части. Итак, часть первая. Говорящий взгляд абсента, короля королей. Русский писатель Александр Куприн говорил о лошади, как о животном, которому нет равных. Кстати, свой гонорар за первый опубликованный рассказ Куприн потратил на ботинки для мамы, а оставшийся от покупки подарка рубль на урок верховой езды. Так вот, Куприн описывал в своих произведениях особенное, очень острое зрение лошадей, позволяющее прекрасно видеть предметы, расположенные и близко, и далеко. И удивительный слух, благодаря которому лошадь может расслышать совсем слабые шорохи, неразличимые для человека. «Слышит лошадь лучше кошки, а боняет тоньше собаки. Она чувствительнее к ходу времени и к перемене погоды», – восхищался писатель. И действительно, можно привести сколько угодно примеров, когда благодаря своему слуху, зрению и обонянию, значительно превосходящими человеческие, лошадь самым поразительным образом помогала людям. Николай Андреевич Моисеенко в книге «Служит людям добрый конь» рассказывает истории о просто невероятных проявлениях интеллекта лошадей. Однажды пастухи обратили внимание на необычное поведение косячного жеребца по кличке Янкуль. Это был очень ответственный жеребец. Он всегда уводил табун на пастбище в одно и то же время, не опаздывая ни на минутку, и со столь же исключительной пунктуальностью возвращался с табуном домой. И вдруг Янкуль забеспокоился. Он услышал то, что не способны были услышать люди. Пастухи догадались, что, возможно, к ним приближаются бандиты, а время было неспокойное – 20-е годы прошлого века. В этих местах орудовала банда, отбивавшая от стада молодых бычков, которые паслись вместе с лошадьми. Пастухи на всякий случай залегли в засаду, и вскоре показали силуэты всадников. Янкуль не ошибся. Началась перестрелка. Воспользовавшись суматохой, Янкуль собрал табун и быстро погнал его в сторону деревни. Как только лошади оказались на безопасном и уже недосягаемом для бандитов расстоянии, Янкуль вернулся за бычками. Бросаясь на них, словно дикий зверь, он заставил их столь же оперативно проследовать за лошадьми. Таким образом Янкуль спас и лошадей, и бычков. Великая Отечественная война. В артиллерийском расчете служила старая кобыла Тпрунька. Ее очень полюбил ездовой, который угощал ее то сахаром, то сухариком. Лошадь отвечала ему симпатией и привязанностью. Но вот случилось несчастье. Ездовой осколком снаряда был ранен в плечо. Обливаясь кровью, он упал в окоп и потерял сознание. Очнувшись, он увидел, как совсем рядом рвутся мины, а позвать на помощь было некого. Между тем, около окопа стояла под ураганным минометным огнем верная Тпрунька, не убежавшая и не бросившая его в беде. Чего ей это стоило, трудно себе представить, зная, что лошади по натуре очень пугливы. Раненый попытался подняться, но ему это не удалось, и он снова провалился в окоп. Тпрунька все поняла. Она легла на землю рядом с человеком, давая ему возможность на нее взобраться. Он схватился за ее гриву и забросил ногу в седло. Очень бережно, поднявшись и идя неспешным шагом, кобыла дождалась, пока он сядет в седло как следует, и после чего стремительным галопом помчалась к спасительному лесу. Александра Карелова, российская всадница с успехом, выступавшая на Орловском рысаке по кличке Балагур, рассказывала мне, как тренируясь у Георга Теодореску, проезжала на Балагуре мимо Леват, где паслись на воле, наслаждаясь отдыхом и свободой, заслуженные лошади-пенсионеры, отдавшие всю свою жизнь большому спорту и в награду получившие право просто жить, гулять, радоваться солнцу, ветру и отсутствию обязанностей. Балагур часто подолгу внимательно смотрел на этих счастливчиков. Его взгляды были настолько красноречивы, что супруга Георга Теодореску, Инге, догадавшись о его мыслях, однажды сказала ему, «Балагур, если ты будешь хорошо работать, стараться, не жалея себя, как это делали на протяжении всей своей славной карьеры те лошади, то когда-нибудь и ты окажешься среди них». «Понимают ли лошади человеческую речь?» говорила Александра Карилова. «После этого случая у меня не осталось ни малейшего в этом сомнения». Балагур выслушал Инге очень внимательно. И его как будто включили. Он стал работать еще больше, еще больше стараться. Люди сдержали свое слово. Балагур сейчас живет в тех самых Левадах, на которые когда-то смотрел, как на прекрасную мечту. Кстати, в день, когда умер великий тренер Александры Кареловой, Жорж Теодореску, Балагур тоже знал это, потому что слышал, как люди говорили на конюшне. В течение многих лет перед каждой тренировкой, входя в манеж, Балагур поворачивал налево. В углу сидел Жорж, у которого в кармане всегда были угощения для любимца. В день, когда Теодореску не стало, Балагур вышел в манеж и даже не взглянул в левый угол. Он знал, что там больше его никто не ждет. У заслуженного мастера спорта Нины Александровны Меньковой, прославленной спортсменки, когда-то была лошадь по кличке Запуск, доставшаяся Нине Александровне после скачек на импадроме. У Запуска была репутация сумасшедшей лошади. И это была не его вина. Таким его сделали люди, пытавшиеся заставить с помощью силы сделать то, что он с непривычки боялся. Он испугался впервые, оказавшись на скачках в Австрии, в стартовом боксе. К некоторым вещам лошадь нужно приучать постепенно, терпеливо. Но в той ситуации приучать было некогда. Нужно было стартовать. Поэтому Запуску закрутили губу закруткой, надели на голову мешок и затолкали в бокс. Он так разнервничался, что даже упал. В дальнейшем Запуск платил людям той же монетой. Он мог встать под Жакеем на вертикальную свечку и стоять так до тех пор, пока Жакей не сползет вниз. А Нина Александровна нашла с ним общий язык. Для этого потребовалась только доброта, терпение и любовь. Дошло до того, что с якобы сумасшедшим Запуском они гуляли рядом. Запуск шел с ней без уздечки и даже без недоустка. Бережно держал зубами ее за руку. Естественно, не оставляя на руке ни царапины. Нина могла расседлать его в манеже и дать команду «Шагай». Работала в это время с другой лошадью, а запуск, предоставленный самому себе, шагал и не обращал внимания даже на прыгающих рядом конкурных всадников. Но когда звучала команда «Пошли домой!», он также спокойно отправлялся в свой денник. О том, что лошади воспринимают слова и окружающий мир тоньше и сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, показывает забавный эпизод из жизни знаменитого абсента, первого в истории нашей страны олимпийского чемпиона, короля королей. Сергей Филатов, выигравший на абсенте золото олимпийских игр в Риме, научил лошадь в деннике показывать свое великолепное пиафе за кусочек сахара. Это священное действие обожали все друзья семьи. Сергей Филатов доставал из кармана сахар, произносил волшебное «Апи работать!» и абсент начинал пиафировать. Как-то раз младший сын олимпийского чемпиона Женя решил попробовать сделать то же самое. Абсент был очень спокойным и добродушным в жизни. Но цену себе, как вспоминал потом со смехом Евгений Сергеевич, он знал превосходно. Едва прозвучало «Апи работать!», Апсент, не шелохнувшись, бросил на мальчика такой уничижительный взгляд. «Вот существует выражение «говорящий взгляд», рассказывал Евгений Филатов. «Так вот это был именно он. Я совершенно отчетливо прочел в глазах Апсента в эту минуту следующее. Да как ты смеешь, сопляк! Неужели ты и правда не понимаешь, кто ты, а кто я?» Все объяснив одним только взглядом, король королей с нескрываемым презрением отвернулся от мальчика. Такими же человеческими были и отношения олимпийской чемпионки Елены Владимировны Петушковой с ее воронным красавцем Пеплом. Иногда Пепла выпускали побегать в манеж, но стоило Елене Владимировне позвать его, как он тут же подбегал к ней. Кто-то из тренеров решил пошутить однажды, подражая ее голосу, и позвал Пепел. Пепел прибежал, но увидев, что его обманули, с обидой и возмущением отошел прочь. История сотрудничества лошади и человека насчитывает тысячелетия. Стоит ли после этого удивляться тому, что лошади понимают человеческую речь и способны проявлять человеческие чувства? Лошади помогали нам пахать землю, перевозили тяжелые грузы, участвовали в войнах, защищая вместе с человеком города и завоевывая страны. И, кстати, возникновение коневодства в России, начало которому положил Дмитрий Донской, было обусловлено именно военными целями. Князь осознавал, что русским воинам требуются лошади, которые в скорости и легкости не уступят коннице татаро-монгол. И началась серьезнейшая работа по созданию такой лошади. Работа, увенчавшаяся успехом и доказательством тому, служит знаменитая Куликовская битва, в которой очень важную роль сыграла именно русская конница. В эпоху Ивана Грозного в России работал уже целый ряд конных заводов. В начале XVIII века в Сенате был рассмотрен масштабный проект по созданию более ста крупнейших конных заводов. Сокрушительный удар развивающемуся семимильными шагами русскому коневодству нанесла 20-летняя война со шведами. Петр I обошелся с конозаводчиками жестоко и равнодушно. В армию брали без разбора и племенных лошадей, и неплеменных. В результате из 45 тысяч великолепных лошадей, которыми гордилась Россия к началу царствования Петра I, после русско-шведской войны не осталось практически ничего. Труд нескольких поколений талантливых специалистов погиб, и все нужно было начинать с чистого листа. Конозаводство в стране казалось уничтоженным, безвозвратно. Лошадей начали покупать за границей, вскоре, кстати, заметив, как дорого это обходится государственной казни. Упадку способствовало и увлечение, будем говорить прямо, разными ересями, абсурдными теориями из трудов, ставшего очень популярным в те годы Бифона или фон Адлерса Флигеля, например. Следуя постулатам Бифона, везенных из-за границы дорогих лошадей, бессистемно скрещивали с другими породами, получая удручающие результаты. Фон Адлерс Флигель вообще советовал при скрещивании ориентироваться на звезды, проводить случку для каждой масти в определенные дни недели и даже время, утверждая, что положение созвездий влияет на качество потомства. Женщинам же входить в конюшню запрещалось, как и якобы на кораблях они приносят несчастье, ибо от ее глаз у кобыл начинается выкидыш. Жеребых кобыл зимой следовало кормить одной соломой, а жеребятам не давать овса, чтоб щекасты не были. В каневодческих журналах печатались астродиагнозы, предназначавшиеся по расположению планет и созвездий, предсказывавшие по расположению планет и созвездий судьбу, родившейся в этот день лошади. Кроме того, в Россию хлынул западопоток сведущих иностранцев, которые лишь выдавали себя за таковых. Подлинное возрождение, сменившееся всеевропейской славой, когда за хорошими лошадьми теперь из Европы начали ездить в Россию, произошло благодаря графу Орлову. Дворцовый переворот 28 июня 1762 года, когда императрицей, благодаря братьям Орловым, стала Екатерина II, полностью изменил его жизнь. Глубокой ночью Орлов приехал к Екатерине в карете, чтобы отвезти ее в Петербург. Сам сел рядом с кучером на козлу и погнал лошадей. Одна из них от этой бешеной скачки пала, и согласно легенде, именно в это мгновение Орлов мысленно поклялся создать такую лошадь, которая не окажется без сил в трудную минуту и которой будет гордиться Отечество. Некоторые историки полагают, что именно этот случай и стал толчком к созданию знаменитого орловского рысака. Алексей Орлов всегда добивался того, что он хотел. Таким его был уж характер. В дальнейшем, путешествуя по разным странам и обладая несметным богатством, он скупал прекрасных лошадей в огромном количестве и параллельно слушал лекции известных профессоров, изучая опыт ведущих европейских конных заводов. Понимая, что нуждается в помощниках, Алексей Орлов окружил себя способными людьми, отправляя их учиться и в Петербург, и за границу. Работая над своей мечтой, словно простой крепостной, зная каждую лошадь в своих конюшнях и ее рацион, Алексей Орлов на десятки лет опередил свое время и своих современников. Правда, окончательно орловский рысак сложился уже после его ухода из жизни, когда начатую им работу продолжили его последователя. Орлову не суждено было увидеть этот фантастический результат и свое мировое признание рысаки завоевали уже без него. В 1872 году орловский рысак любезный получил на всемирной выставке в Париже самый большой приз. За лошадьми в Россию потянулись после этого нескончаемый поток покупателей не только из Западной Европы, но даже и США. Алексей Орлов неизменно ассоциируется с названными в его честь орловским рысаком, но будет несправедливым не упомянуть об огромнейшем вкладе графа в историю чистокровного конозаводства. Граф был одним из первых русских конозаводчиков, начавших разводить выписанных из Англии лошадей в чистоте. В середине 1790-х годов в Москве на Донском поле по инициативе Орлова был оборудован по образцу английских ипподромов первый скаковой круг длиной в две версты и регулярно 2-3 раза в месяц в течение летнего сезона начали устраиваться скачки на призы, которые разыгрывались по строгим правилам с учетом возраста, пола и происхождения лошадей. Были учреждены призы для трехлеток и лошадей старшего возраста, для лошадей, рожденных в России и для лошадей иностранного происхождения, в том числе и выводных из Англии. Также были введены ограничения по весу жокеев. Кроме того, именно по настоянию Орлова тренеры жокеи обязательно должны были быть тогда только русскими. В 1796 году были составлены специальные правила для скачек, печатные экземпляры которых раздавались всем участникам и зрителям. Чистокровные лошади Алексея Орлова скакали с огромным успехом. В 1795 году императорский приз выиграла его выводная кобыла Роксолана. А в следующем году оба главных приза для лошадей старшего возраста взял Синнабар. Вне конкуренции оказались и рожденные в Хреновском заводе трехлетки, в частности гнидая щука. Часть третья вечный бой за тотализатор изумруд и холстомер. Успехи графа Орлова были только первыми шагами сделанными по направлению к тому невиданному и не имевшему в мире аналогов расцвету, которого достиг московский ипподром и императорские беговое и скаковое общество России накануне революции. Ни одно спортивное общество в мире не имеет такого великолепного ипподрома, окруженного грандиозными зданиями, возбуждающего удивления иностранцев писала в те годы пресса. Не правда ли сегодня очень трудно узнать в этом лесном описании самих себя? А ведь это было сказано о московском ипподроме всего лишь чуть более века назад. Казначеем скакового общества был сын, например, Федора Достоевского. Молодой поэт Валерий Брюсов тоже вместе с отцом держал скаковых лошадей на центральном московском ипподроме. Среди коневладельцев попадались и потомки Степана Разина и правнуки вождей французской революции и даже парикмахера Екатерины Великой. Так причудливо все смешалось в этом доме обломских. Великие писатели Лев Толстой и Александр Куприн посвящали рысакам свои рассказы. Образы рысака изумруда у Куприна и холстомера у Толстого в русской литературе известны практически каждому из нас. Но для того чтобы понять трагедию изумруда и ее причины нужно поинтересоваться немножко историей рысистых бегов. Дело в том что орловские рысаки значительно превосходили своими внешними данными своей красотой и телосложением невзрачных американских рысаков. Начиная с какого-то момента к сожалению они начали фатально проигрывать им в скорости в резвости. Поэтому было принято решение самые большие призы на московском ипподроме разыгрывать среди отечественных лошадей. Ну вот в Москве в 1900 году появляется жеребец Рассвет классической для орловцев серой масти и необыкновенной красоты. Рассвету было шесть лет. Он принадлежал господину Шишкину, а ездил на нем знаменитый наездник Зайцев. Резвость Рассвета просто поражала. За пять месяцев он выиграл призовых на сумму в 23 тысячи рублей. Для сравнения земский учитель в те годы зарабатывал 300 рублей в год. Когда хозяина Рассвета Шишкина пытались расспрашивать, где же он взял такую потрясающую лошадь, он отвечал туманно. Ходила в Дышле парой, куплена у монахов, была в заводе у Бутовича знаменитого конозаводчика. А Рассвет, якобы еще недавно ходивший в Дышле, между тем бьет рекорд за рекордом и даже побеждает выдающегося рысака питомца, пробежав полторы версты за 2 минуты и 12 с половиной секунд. Специалисты, осматривая ноги Рассвета, приходят к выводу, что он не менее года находился в тренинге у американского тренера. Наездник Фрэнк Кейтон, как-то листая журналы, с удивлением обращает внимание на фотографию американского рысака, необычной для американцев серой масти, поразительно напоминавшего Рассвета. Московское беговое общество направляет в США запрос и получает ответ следующего содержания. Это жеребец Вильям С.К., проданный в Нью-Йорке и затем затерявшийся где-то в Европе. Началось расследование, в котором принимали участие и частные детективы, и знаменитые и свидетели, и лже-свидетели, причем последним хозяин рассвета Шишкин даже угрожал пистолетом. Расследование тянулось несколько лет, и все это время лошадь стояла в конюшне, не тренируясь и не выступая под строгим полицейским надзором. Со временем надзор ослаб, но вдруг стало известно о том, что рассвет пал. И по Москве поползли слухи, что он был отравлен. Шишкин утверждал, что лошадь отравили завистники и клеветники, а следствия суды продолжались. Последнее заседание суда состоялось уже, когда скелет рассвета стоял в музее. Вот кем был в реальности легендарный изумруд из произведений Куприна, так и не понявший, за что с ним так странно и жестоко поступили люди, еще недавно боготворившие его за прекрасные победы на ипподромах. Не менее удивительным и замечательной была подлинная история и толстовского холстомера, которая и самому Толстову и причастному к этим событиям графу Орлову была известна лишь наполовину, только ее первая часть, в то время как особенно интересной оказалась именно вторая. Я не буду сейчас касаться всех явных и потайных комнат, обнаруженных в этом произведении литературоведами. Да, холостомер у Толстова рассуждает и о крепостном праве, говоря, собравшимся вокруг него лошадям. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видели этих людей. И все их отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло. И не потерявшим актуальности и сегодня свойстве человека стремится в жизни делать не то, что он считает хорошим, а к тому, чтобы как можно больше вещей назвать своими. И, наконец, что Толстой возможно и есть холостомер. Пародистый, гениальный человек, он был пегем и в жизни, и в литературе. И его особенную масть и особенное положение в мире долго не признавали. Поэтому так грустен этот рассказ и так дорог он был самому Толстому. Но это было вольное литературное отступление. Это далеко не все, что можно сказать о холостомере. И так и Толстой и Орлов знали, что холостомер это рысак мужик первый, родившийся во время работы графа Орлова и его верного соратника бывшего крепостного Шишкина на Хреновском конном заводе. У мужика первого было просто фантастическое родословное. Его прадед полкан первый происходил от самого родоначальника орловцев прославленного сметанки. Не менее великолепной была и его резвая размашистая рысь. Бежит словно расстеленные для просушки домотканные холсты саженьями меряет, писал Толстой. Вот только странная воронопегая масть не понравилась Орлову и Шишкину. И завод избавился от мужика первого, продав его без сожаления. Теперь же о том, что ни самому писателю, ни графу Орлову, брезгливо смотревшему на мужика первого как на заводской было неведомо. Именно этому отвергнутому графам жеребцу суждено было сыграть выдающуюся, очень важную роль в дальнейшем расцвете орловского рысака уже после смерти Орлова. Потому что в заводе остался его сын, вороной старый атласный, который вместе со своими сыновьями превратился в один из ключевых источников золотой крови. Именно от них произошли многие выдающиеся рысаки, прославившие породу. Любители бегов за свою долгую историю успели пережить разное. У них далеко не сразу появился один из самых красивых по тем временам ипподромов мира. Было время, когда зрителям приходилось много терпеть от сквозного ветра и от разных неблагоприятных явлений природы. Поначалу публика ходила на московский ипподром довольно неохотно и об императорских оба императорских общества скаковое дворянское и беговое купеческое перебивались по выражению гелеровского знаменитого дяди геляя автора Москвы и москвичей с хлеба на квас. Далеко не сразу беговое общество в императорской России пришло к владению капиталом в 300 миллионов рублей при полном отсутствии долгов и недвижимым имуществом на общую сумму в 2 миллиона. А зимние бега, влачившие сначала жалкое существование на пресне, превратились в арену, где на льду регулярно бились рекорды. Взрыв популярности бегов и скачек в нашей стране был напрямую связан с появлением тотализатора. И это было закономерно. Тотализатор очень старинное изобретение, он существовал еще в Древнем Египте, затем в Древней Греции и в Риме. Первоначальной формой ставок были пари одного зрителя против другого. Но для заключения пари требовалось найти партнера с противоположным мнением и с равным объемом кошелька. Со временем ставки на лошадей стали более универсальными и более сложными. В 1872 году неудачливый торговец Пьер Оллер придумал систему игры на бегах с продажей неограниченного числа билетов ставок. Сумма собранных средств после изъятия причитавшихся Оллеру процентов делилась между участниками, поставившими на выигравшую лошадь пропорционально числу билетов на руках у каждого игрока. Система, которую Оллер назвал пари матюэль, что означает пари между собой, стала широко распространяться и вскоре была объявлена во Франции единственным законным способом заключения пари и делания ставок. В 1880 году был изобретен механический тотализатор. Устройство для регистрации ставок, представлявшей собой простую счетную машинку на подобие арифмометра. А вот уже в 1913 году был опробован и первый электрический тотализатор. По свидетельству все того же дяди Геляя, в конце 70-х годов 19-го века секретарь Московского скакового общества Лазарев, впечатленный увиденным за границей тотализатором, предложил ввести его и у нас. Как бы там ни было, тотализатор пришел в Россию. Правда, игра долгое время не шла. В каждой скачке участвовало всего 2-3, редко 5 лошадей, и лучшая из них была всем заранее известна. О гремевшем тогда далеко за пределами России жеребце Перкуне вообще говорили банк, а не лошадь, потому что Перкун, неоднократно побеждавший в Англии, в России не проигрывал никому. Билеты на Перкуна брали десятками, чтобы хоть как-то окупить свои расходы на вход, на извозчика, поскольку выдача, как нетрудно было догадаться, была совсем небольшой. Ажиотаж вокруг тотализатора и одновременно Московского ипподрома начался после одного случая. Перкуна в одной из скачек внезапно обошел фугабал, а бедный случайно попавший в этот день на скачке гимназист долго сидел у кассы с остановившимся взглядом, прижимая к себе грандиозную пачку банкнот, на ипподром он забрел впервые в жизни и в расстановке сил на скаковой дорожке вообще не разбирался и поставил наугад все на фугабала и оказался единственным, кто сделал ставку на эту лошадь. Естественно, он и сорвал банк. Судьба мальчишки фантастическим образом изменилась. Он навсегда утратил имя и фамилию и стал для всех фугабалом. Учебу и всю свою прежнюю жизнь он моментально бросил и прописался на скачках, став одним из знаменитых ипподромных жучков. Публика, увидев такое чудо, стала играть все активнее и сами скачки в глазах публики превращались в непредсказуемые от того еще более притягивающие поклонников развлечения. Фугабал запутался позже в карточной игре, оказался в сумасшедшем доме, а после революции бродил по ипподрому в облике страшного седого старика в длинной белой рубахе, развивавшейся на ветру. «Я ворон здешних мест», глухо бормотал старик, в котором теперь с большим трудом можно было признать прежнего фугабалушку. На самом деле это исторический факт. Известный харьковский конозаводчик Ильенко привел на московские скачки, поскольку тогда в Харькове ипподром не работал, жеребца Фог-О-Бала от Фонтенуа и ракеты. Фог-О-Бал выступал в солидной компании, где явным фаворитом считался действительно жеребец Перкун под седлом жокея экстра-класса англичанина Амброза. Еще на трех участниках скачки ехали тоже английские жокеи, что было тогда данью моде. На Фог-О-Бале скакал мало кому известный харьковский жокей Воронков. Как и ожидалось, скачку повел Перкун. За ним с небольшим просветом шли еще три лошади и на всех англичане. Публика даже не смотрела в сторону Фог-О-Бала. Но на финише Воронков неожиданно выслал коня и выиграл корпус. За билет на Фог-О-Бала, купленный шутки ради, выдача составила на минуточку баслословную сумму 1319 рублей. Это же целое состояние по тем временам. Эта новость буквально переломила отношение москвичей к ипподрому. Помещение ипподрома стало людным, теперь все газеты наперебой обсуждали шансы лошадей перед крупными призами. Это стало модным в конце концов. Только только ли игра в дальнейшем притягивала сюда такое большое количество людей, что даже в 20-ти градусный мороз в проходах во время заездов образовывались давки. И да, и нет. Разве согласно рассказу одного из журналистов той эпохи действительно появилось множество самозабвенных игроков, которые жили только игрой, а остальное время они прозябали в ожидании нового сезона. Но в то же время, если обратиться к альбому, выпущенному к 75-летнему юбилею бегового московского общества, там написано «Никакая другая игра не вызовет улыбку у проигравшего, когда чужая лошадь, враждебная, можно сказать, лошадь, лихо управляемая искусным наездником, вырвет победу у той, на которую игрок поставил. Какой красивый бег? О, хоть и проиграл, а все ж таки хорошо». И вот эта любовь к красоте бега к борьбе и зовет сюда веками, на эти трибуны, со всех концов Москвы обывателей. Именно здесь серая монотонная жизнь уступает место оживлению. Эмоция сменяется эмоцией, часто человек в первых же заездах все проигравший остается до конца состязаний и уже его не интересует больше денежная сторона спорта, он полон картинной борьбы и самой обстановкой бега. И все-таки во многом именно тотализатор породил то великолепие, которым были окружены бега и скачки. Именно тотализатор стимулировал их развитие. И если в первые годы своего существования он давал беговому и скаковому обществам достаточно скромные прибыли, то уже в начале прошлого столетия годовая доходность тотализатора достигала почти миллиона, продолжая неуклонно расти. Скаковое и беговое общество превратились в подлинные империи, которые теперь могли позволить себе не останавливаться ни перед какими затратами. И если дело касалось потребностей конозаводства, тем более, и одновременно ни одно народное бедствие не оставалось без их щедрой поддержки. Десятки и сотни тысяч жертвовались в пользу голодающих, пострадавших от пожаров, не менее щедрой рукой беговое и скаковое общество делились и жертвовали на военные нужды. Споры вокруг вредности или необходимости тотализатора существовали и в царской России. Горячие дебаты дошли и до Совета министров, и до Сената, а впоследствии продолжились в СССР. И каждый раз доводы за, после затяжных споров и дискуссий, перевешивали доводы против. Несмотря на то, что аргументы против порой звучали очень убедительно. Вот, например, улучшаем породу людей, улучшаем породу лошадей, ухудшая породу людей, говорил знаменитый оратор, адвокат кони. Споры велись и ведутся по сей день. Самым же удивительным остается то, что и сейчас, когда, казалось бы, все сказано и доказано многолетней мировой практикой, подтвердившей, что призовая коневодческая индустрия является могущественной отраслью экономики, и больше ни в одной области мы не найдем другой такой ниши, в которой счет идет на миллиарды, в России эта ниша все еще пуста. И бюджет страны, в отличие, скажем, от Японии, Франции или США, лишается таким образом колоссальных доходов. Что уж говорить о национальном коневодстве. Тотализатор не является стороной в игре, он совершенно прозрачен, он дает игроку чувство уверенности и защищенности, в то время как, играя один на один с букмекером, невозможно испытать ощущение чистоты процесса. Ведь букмекер создает котировки, ничего не объясняя, и порой трудно понять, почему именно так или иначе он котирует ту или иную лошадь. Международный же конный тотализатор при обмене картинками и финансовыми транзакциями из разных стран абсолютно открыт, и котировки отслеживаются зрителям в режиме онлайн. Вот какой грандиозный потенциал, ресурс, который в России пока не поставлен на службу коневодству. Без малого 200 миллионов долларов собирает, например, Кентаки Дерби за один игровой день. Там играет весь мир. Отчего же вдруг в России это неинтересно? Чем же мы отличаемся от других людей в мире? Сегодня в области бегов и скачек мы отстаем от мира на целое столетие, переживая то, что переживала Франция после первой еще мировой войны и только раздумывающая о том, как бы запустить у себя систему конного тотализатора. Для того, чтобы преодолеть этот разрыв, мы должны ратифицировать все статьи международного соглашения по скачкам, разведению и тотализатору и добиваться того, чтобы российские события были признаны мировым сообществом и классифицированы. А также обязательно обучать российских специалистов гандикопирования. Но в данный момент у нас нет даже единого информационного реестра и в такой ситуации остается только звонить, например, в Краснодар и писать на коленке шариковой ручкой, какие лошади в какой скачку заявлены. В то время, как родословная любой лошади должна открываться в режиме онлайн до десятого колена история любого жакея, любого наездника, тренера, их результаты. Титанические усилия направлены сейчас на то, чтобы преодолеть это чудовищное отставание и выйти из джунглей каменного века, в которых в области бегов и скачек сегодня находится Россия. Возможно, ситуация изменится, когда регламентирование бегов и скачек будет передано Федерации комного спорта России и Министерству спорта на тех же принципах, что и в выездке в Троеборье и в Конкуре. Очень обидно это осознавать, особенно при воспоминании о том истинно мировом уровне, на котором, как уже упоминалось, находились бега и скачки в императорской России накануне революции. Если же говорить о вкладе России во всемирную историю коневодства, то в целом хочется вспомнить и о том, что множество самых разнообразных пород, великолепных пород Россия подарила миру. Это и Стрелецкая, и Терская, и Ахалтыкинская, и Донская, и советские и Владимирские тяжеловозы. Но особенное место среди них занимает, на мой взгляд, Орловский Рысак и, разумеется, Русская Тройка – еще один повод для национальной гордости. Есть еще одна причина подумать о том, что мы всегда были способны удивлять мир, предлагая ему нечто небывалое, не существовавшее больше нигде. То, что могло родиться только в России и рождалось. Русская Тройка – уникальная по красоте упряжка, которая во все времена поражала воображение и необычным, очень живописным своим видом, и скоростью, и прагматичностью. Ведь лошади в таком сочетании и при таком распределении сил и нагрузки, когда коренник шел рысью, а пристежные голопом меньше уставали. В Лондоне на International Horse Show в начале прошлого века английская королевская семья приезжала в русские конюшни словно в синематограф, чтобы собственными глазами увидеть выезд русской тройки. Русская конюшня оказалась тогда в Лондоне одной из самых популярных на шоу, и прежде всего благодаря именно тройкам. Гадета «Таймс» вновь и вновь возвращалась к описанию тройки, называя ее наиболее живописным зрелищем на конном шоу, перебирая все ее детали, и колокольчик под дугой расписанного хомута, и то, как коренник гордо и высоко держит свою голову, а скачущие по бокам пристежные напротив опускают голову низко, словно оборачиваются, прислушиваясь к тому, что происходит позади. Да, действительно, даже знаменитая дуга ее коренника представляла собой целое произведение искусства. Дугу мастера, соревнуясь между собой талантами художников, украшали резными геометрическими фигурами, расписывали золотой краской, чтобы она сверкала и переливалась на солнце и была видна издалека. Роспись дуг превратилась едва ли не в отдельный жанр искусства, потому что позднее по золоту начали прорисовывать тонкие черные или красные графические узоры, а позже, еще позже растительный орнамент. Колокольчик Тройки это тоже чисто русское изобретение. Его мелодичный перезвон наполнял улицу великолепной музыкой и в то же время за две версты оповещал прохожих о приближении птицы Тройки, несущейся во весь опор по важному делу. Глава четвертая. Правда ли, что Джеймс Бонд говорил по-русски? Лошади на протяжении столетий и даже тысячелетий вдохновляли художников и скульпторов, писателей и поэтов. Для древних жителей современной Европы, если судить по наскальным рисункам 20-ти тысячелетней давности, изображение лошади несло в себе магическое значение. В крылатом античном пегасе заключен настолько глубокий и многогранный смысл вплоть до торжества духовного над материальным, что он остался в истории не только как любимец мус и, соответственно, покровитель поэтов и вообще всех творческих и мыслящих людей. В свою очередь кентавр, получеловек-полулошадь, символизирует необузданные страсти. Троянский конь из Илеады Гомера превратился на все времена в широко распространенный фразеологизм, обозначающий хитрость, коварство и подарок с двойным дном. Тема лошади в искусстве настолько огромна и почти бесконечна, что ей стоит посвятить отдельную лекцию. Кто из нас хотя бы однажды не проходил в Петербурге по Анечковому мосту? Этот мост по праву считается одним из самых знаменитых и красивых мостов мира. Во многом, разумеется, благодаря лошадям Клотта. Говорят, император Николай I. Ох, как недолюбливал Клотта! Но и он же вынужден был, согласно легенде, шутливо признавать, ну ты, Клот, делаешь лошадей лучше, чем жеребец. Антипатия царя Клотту родилась из того же источника, что и симпатия. У Клотта были отличные лошади и отчаянный кучер, обожавший обгонять на улицах все другие экипажи. Когда кучер Клотта впервые обогнал экипаж самого Николая Первого, что категорически было запрещено, император добродушно и шутливо погрозил Клоту в окно пальцем. Но, как оказалось, самолюбие кучера самого Николая Первого тоже было нешуточным. И он вскоре вызвал Клота на своеобразную дуэль. Вскоре случай представился. Клот ехал по морской и, заметив издали экипаж царя, ткнул своего кучера в спину тростью, требуя почтительно остановиться. Когда кучер царя демонстративно пронесся вперед, кучер Клот не стерпел и схватился за вожжи. Началась скачка, обескуражившая полицию, которая сопровождала императора и просто не понимала, как ей на все на это реагировать. Лошади Клот вновь победили, и теперь император показал уже в окно ему кулак. Может быть, все и закончилось бы для Клот достаточно печально, если бы Николай Первый не увидел уже полностью готовых к установке на Аничковом мосту бронзовых лошадей, созданных Клотом. За этих, сказал император, все ему прощаю. По-своему, впрочем, он отомстил скульптору, просто измучив его. Клот отливал лошадей для моста, а царь дарил их за границу. Сначала прусскому королю Вильгельму Четвертому, а потом и многим другим коронованным, на мост ставились временные гипсовые скульптуры. Клот отливал новые, а царь их снова дарил. И это издевательство продолжалось без малого десять лет, пока, наконец, мост не был полностью укомплектован. Но в этом затяжном издевательстве царя над скульптором оказалось немало хорошего. Клот, вопреки первоначальному замыслу, не стал повторять пару скульптур, установленных на западной части, а отлил другие, отразив таким образом четыре разных фазы покорения человеком лошади. С тех пор статуи дважды покидали мост. В 1941 году, во время блокады, они были сняты и закопаны в саду Аничкового дворца, а в 2000 году их увозили на реставрацию по случаю трехсотлетия Петербурга. Лошади Клота содержат в себе немало загадок. Например, почему статуи, смотрящие в сторону адмилартийства подкованы, а смотрящие в сторону площади восстания без подков. Или, например, чье же все-таки лицо изобразил Клот, и оно так явно просматривается, если заглянуть под одного из жеребцов, и окажется, что его мужское достоинство похоже то ли Наполеона, то ли здесь изображен согласно городской легенде любовник жены скульптора. Тем не менее, не менее, чем Аничков мост, всем нам безусловно знаком такой персонаж, как Джеймс Бонд, агент 007. Кто бы это мог быть, как вы думаете? Знаете ли вы, что прототип Джеймса Бонда говорил по-русски и в детстве слушал русские колыбельные песни? Но не буду долго вас интриговать, это был принц Бернард. Бернард на протяжении долгих лет возглавлявший не что иное, как Международную Федерацию Конного Спорта. Во время службы в МИ-6 принц Бернард дружил с создателем Джеймса Бонда писателем Яном Флемингом, который не удержался от соблазна и вывел в романах о Джеймсе Бонде своего очень харизматичного друга. Знаменитые на весь мир фразы Джеймса Бонда «взболтать, но не смешивать», а именно таким комментарием принц Бернард всегда сопровождал заказ коктейля водка с мартини, представлялся и представление принца Бернард «принц Бернард», которая превратилась у Флеминга в бонд Джеймс Бонд, были коронками президента Международной Федерации Конного Спорта. Отчимом принца Бернарда, а согласно утверждениям лондонской Таймс даже родным отцом, что, впрочем, не подтверждается хронологически, был известный русский всадник, победитель Кубка Франца Иосифа в Вене в канун Первой мировой войны, полковник Алексей Евгеньевич Панчулидзов. Не вызывает сомнений одно. Панчулидзов, оказавшись после революции Первой мировой в Германии, в замке, где рос будущий принц Бернард со своим братом Ашвином и ставший очень близким человеком для их матери, вырастил Бернарда. Учил его ездить верхом, пел ему русские песни, и Бернард, он же Джеймс Бонд, на всю жизнь сохранил привязанность к русскому офицеру, заменившему для него отца, которого принц потерял очень-очень рано. Вплоть до того, что в дальнейшем Бернард купил своему названному отцу роскошный замок под Амстердамом и своих внебрачных дочерей, а принц был очень любвеобильным человеком, он называл исключительно в честь Алексея Панчулидзова, Алисия и Алексия. И, наконец, Бернард, чтобы порадовать Панчулидзова, отправил его под флагом Нидерландов на Олимпийские игры 1956 в Стокгольм, где Панчулидзов выступил на соревнованиях по выездке, вернувшись на международную конно-спортивную арену спустя 42 года. Нужно отметить, что обладатель Кубка Франца Иосифа 1914 года занял на своей состоявшейся через столько лет Олимпиаде далеко не последнее место. Итак, часть пятая. Самая конная икона. В России практически во всех конюшнях висит икона святых Фрола и Лавра. Лошади, изображенные на этой иконе, поразительно напоминают ахалпекинцев по своему экстерьеру и заметно контрастируют с европейскими лошадьми того же времени. Более того, это единственная икона, где лошади присутствуют в полном снаряжении. 31 августа, в последний день лета, мы соблюдаем традиции этого старинного конного праздника, когда лошадям дается отдых, их всячески балуют и освобождают от тренировок. День Фрола и Лавра широко отмечался и в дореволюционной России. Так в Москве на Мясницкой улице напротив здания Почтампа устраивалась бесплатная выставка орловских рысаков. А во Фроловской церкви неподалеку проводился специальный молебен. В Вологодской губернии на молебны приводили до 300-400 лошадей местной породы. На русском севере, Вологодской, Костромской, Новгородской губерниях даже существовали специальные деревянные часовни в честь святых братьев-мучеников. Многие из них строились в удалении отел на лесных полянах рядом с источниками и пустовали весь год. Но в день Фрола и Лавра сюда стекалось множество людей с лошадьми. И в ряде мест лошадей прогоняли через живой огонь, добытый трением. Эти костры разводили, как правило, во рвах или во врагах, а иногда и на высоком берегу реки. Во время этого действия священник кропил табуны святой водой прямо через пламя. В этот день было принято волю кормить лошадей, водить их купать, пастись, украшать, но ни в коем случае нельзя было работать на них. Считалось, что даже запрягать лошадь в этот день нельзя, иначе случится падеж скота. На скачках в праздник Флора и Лавра было запрещено седлать лошадей. И люди тоже старались в этот день обильно есть и пить. Пекли специальные печенья с изображением конского копыта, дебин или отдавалось лошадям в виде угощения. Итак, часть шестая. Конные дворы и заводы. Следует принять во внимание, что здания, связанные с лошадьми, манежи, конюшни, конные заводы и подромы предельно утилитарны. Однако великое уважение человека к лошади заставляло создавать в ее честь настоящие архитектурные памятники, воплощая самые смелые художественные замыслы. Герчайшим примером такого творчества является ансамбль Михайловского инженерного замка в Санкт-Петербурге, сооруженного при участии архитекторов Винченца Бренны и Василия Ивановича Баженова. Кроме конных дворов в царских резиденциях строились и отдельные конюшни. Например, прекрасное здание в Гатчине, необычное для России смешение барокко и классицизма, было построено по заказу Павла I. Император пожелал, чтобы его конюшенный комплекс в Гатчине идеально повторял облик знаменитых конюшен принца Конде в Шантиньи. На регулярную основу было поставлено и строительство конных заводов. С развитием частного конезаводства в моду вошла и неоготика. Один из крупнейших конных заводов, основанный Павлом Павловичем фон Дервизом, расположенный в поселке Старожилово Рязанской области, яркий тому пример. Бытуем мнение, что автором этого проекта является Шехтель, однако оно не подтверждается. Скорее всего, главный конный двор, напоминающий средневековый замок, явно был выстроен под влиянием архитектурного образца петергофских конюшен, автором которых был Николай Леонтьевич Бенуа. Примечательно, что больше ни для одного животного на планете, кроме лошадей, человек не создавал такие великолепные сооружения. Часть седьмая, легендарная выездка. Но начнем мы не с выездки, заглянем немножко раньше. В 680 году до нашей эры конный спорт дебютировал на античных Олимпийских играх. Перед глазами изумленных этим зрелищем зрителей, в разгар традиционных состязаний на ресталище вырывались огненные колесницы, запряженные четверками неудержимо мчавшихся лошадей. Каждый из квадрик управлял стоя один возница. В руках он держал хлыст, а концы вождей были обмотаны вокруг его талии. Состязания колесниц мгновенно стали едва ли не самой популярной дисциплиной на Олимпийских играх. В них принимали участие только очень смелые люди с железной волей и стальными нервами. Во время бешеной скачки квадриги нередко сталкивались. Возница падала, разгоряченные лошади волокли его по ипподрому. По правилам соревнований возница мог попытаться вернуться в колесницу с помощью вождей. Но ежели ему это все-таки не удавалось, разрешалось ради спасения своей жизни перерезать вожжи специально висевшим у него на поясе ножом. Но порой возница не успевала этого сделать. Самым опасным местом считался поворот вокруг медной статуи, где чаще всего происходили наиболее страшные и разрушительные столкновения. В 462 году нашей эры из 160 лошадей запряженных в 40 колесниц почти все были искалечены. И только один возница из 40 вышедших на старт в этом злополучном заезде остался в живых. Олимпийские игры, просуществовавшие до 394 года нашей эры, вернулись в нашу жизнь благодаря Пьеру де Кубертену в 1896 году, когда вновь вспыхнул огонь Олимпиад. И уже на второй Олимпиаде в новейшей истории на играх появился конный спорт конкур преодоление препятствий. С конкура изобретенного во Франции впервые представленного на Олимпийских играх в Париже в 1900 году и начинается возрождаться Олимпиада на Олимпиадах конный спорт. В 1912 году к олимпийским дисциплинам присоединяются Троеборья и Выстка. Не знаю, стоит ли считать это простым совпадением или нет, но именно тогда, в 1912 году в Стокгольме сборная императорской России впервые приняла участие в Олимпиадах. Карл фон Румель на Зяблике упал тогда в шаги от своей золотой олимпийской медали в Конкуре. или, как тогда говорили, ездока. Но над барьером Зяблик взымал легко и красиво, вызывая ассоциацию с птичьим полетом. Зяблик летел как птичка, писали о нем и его выступлениях местные газеты. И быть бы этому маленькому, храброму Зяблику, первым русским олимпийским чемпионом, если бы не обидное падение, случившееся на последнем препятствии олимпийского конкура в Стокгольме. Тогда Карл фон Руммель, опрокинувшийся вместе с лошадью, сломал руку, однако поручик сел в седло и с переломом закончил маршрут. Да, он не занял призового места, но его мужество произвело настолько сильное впечатление на короля Швеции, что по его личному распоряжению для Карла фон Руммеля и Зяблика была изготовлена золотая медаль, точная копия олимпийской. История олимпийских игр никогда с тех пор не знала ни одного подобного случая. Карлу фон Руммелю еще предстояло выиграть и настоящую олимпийскую медаль, но путь к ней оказался очень и очень долгим. После революции фон Руммель оказался в Польше. Так получилось, что сначала к олимпийской награде 1924 года в Париже он шел долго. Сначала он привел к награде своего ученика Адама Круликевича. Такое может произойти разве что в конном спорте, единственном, где и мужчины и женщины выступают вместе, и единственном истинно демократичном по отношению к возрасту олимпийцев. Да, только в конном спорте никого не интересует паспортный возраст. И были случаи, когда на олимпийских играх выступали всадники, которым было хорошо за 70. Ну вот, например, мы сегодня с вами уже вспоминали выступление Алексея Евгеньевича Панчелидзова на олимпиаде в Стокгольме в 1956 году, когда ему было 72 года. Но вернемся в 1928 год в Амстердам, где Карл фон Румель завоевал уже свою личную бронзу в Троеборье. Поручик фон Румель прошел две мировые войны, два фашистских концлагеря Дахао и Маутхаузен и сумел не просто выжить, он сумел вернуться в седло. Изрядно постаревший, посидевший, под громовые аплодисменты потрясенных зрителей, он выехал на конкурное поле турниров закопания, чтобы так же бесстрашно, как когда-то в прежней своей жизни верхом на Зяблике сразиться с 57 семью с соперниками, которые годились ему в сыновья. Но все-таки нам придется еще ненадолго вернуться в Олимпийский Стокгольм 1912 года, поскольку Карл фон Румель и его замечательный Зяблик заслонили одну очень важную деталь, которую не хотелось бы оставлять без внимания. Тогда, как я заметила сначала вкратце и вскользь, в 1912 году на Олимпийских играх наряду с Троеборьем появилась выездка. Наверное, самая удивительная из дисциплин конного спорта. Выездка возникла еще две тысячи лет назад. В военных целях ее начали практиковать древние греки. Автором самого первого трактата по искусству выездки Ипика был греческий полководец Ксенофон. Древние римляне после завоевания Греции продолжили развивать выездку до тех пор, пока Римская империя не пала под натиском варваров. Наступившие после падения Рима так называемые темные века стали таковыми и для выездки. Восьмом столетии перенеи, находившиеся под властью варваров, которых выездка немало не интересовала, были завоеваны северо-африканскими маврами. На легких лошадях они легко побеждали неповоротливых рыцарей, демонстрируя одновременно совершенно особенный мавританский стиль езды. Первое заведение по обучению этому стилю было открыто в Неаполе, а затем в 16 веке один из учившихся в нем французов привез мавританское искусство Версаль. Оно буквально захватило всю Францию, всю французскую аристократию, а вслед за ней всю Европу. И многие элементы высшей школы широко применялись на поле боя. Например, пиафе приводила лошадь в состояние сжатой пружины перед стремительной атакой. Левада использовалась для уклонения от ударов противника. Пируэт позволял молниеносно развернуться лицом к врагу, а исполняющая каприоль лошадь перепрыгивала через головы окружавших ее и всадника неприятелей. Кавалерия и конный спор долгое время шли рядом, взаимно поддерживая и дополняя друг друга. Например, в немецкой армии, столкнувшись с французской конницей на полях стражений и увидев, точнее почувствовав на собственном мундире насколько французские лошади и кавалеристы быстрее немецких, тут же сделали выводы. Необходимо срочно развивать у себя скачки и конный спорт. Германия была той страной, которая подхватила выпавшее из рук мировой кавалерии знамя. В эпоху Наполеона характер войн изменился. Массированные кавалерийские атаки превратили вышеописанные элементы в нечто ненужное. Но выездка снова выжила. В XVIII веке в Германии возникла новая школа, основной идеей которой стало развитие природных движений лошади. И как результат постепенно сформировалась классическая спортивная выездка, которой мы восхищаемся и сегодня, и которой, надеюсь, будем восхищаться всегда. Правда, не все было однозначно в отношениях кавалерии и конного спорта. Русским офицерам накануне Первой мировой войны приходилось выслушивать жесточайшие упреки и насмешки по поводу их увлечения участием в спортивных состязаниях, которые, как полагали критики, мешали их прямым обязанностям в армии. И тем не менее, судьба конного спорта и кавалерии переплетена настолько тесно, котельоны, пришедшие из воинских парадов, которые представляют собой завораживающее красивое зрелище, когда 8, 12 или даже 24 всадника на лошадях одинаковой масти и экстерьера синхронно и под музыку исполняют красивые элементы высшей школы, сохранились и до сегодняшнего дня. Сейчас нашими усилиями это превращается в отдельную дисциплину конного спорта под названием, рабочим названием фигурная верховая езда, которая, мы будем надеяться, ждет очень большое и успешное будущее. Итак, часть 8, лошадь в 21 веке. Удивительно, ведь 21 век до, собственно, и 20-й теснил и должен был по идее совсем вытеснить лошадь из нашей жизни. В армии упразднили кавалерию, экипажи на улицах городов сменились автомобилями, но и в эпоху всепобеждающего технического прогресса они все еще не расстаются, человек и лошадь. Лошади продолжают служить в МЧС и в конной полиции, патрулирующие места, где проезд автомобиля или мотоцикла затруднен или вовсе невозможен. Лошади незаменимы на пересеченной местности, например, в парках, где не исключены естественные препятствия, ведь передвигаться с большой скоростью в таких условиях способна только лошадь. Ипотерапия со времен гиппократа была и остается одной из эффективнейших методик лечения многих заболеваний. Гиппократ в свое время заметил, что раненые и больные люди выздоравливают гораздо быстрее, если пытаются даже в таком состоянии ездить верхом. Здесь срабатывают одновременно и биомеханический и эмоциональный фактор, подразумевающие как воздействие ритмических движений, так и температуры тела лошади на различные органы и системы организма человека. А эмоции, которые испытывает всадник, оказывают влияние на чувственную сферу. Казалось бы, утраченная вместе со многими другими знаниями древних ипотерапия вернулась в современный мир во многом благодаря истории датчанки Лиз Хартель, вице-чемпионки Олимпийских игр по выездке 52-го и 56-го годов. История Лиз стала примером невероятного излечения женщины, которую полиомиелит приковал к инвалидной коляске. Но благодаря регулярным тренировкам верхом на лошади Лиз смогла начать не только ходить, но и заниматься конным спортом на профессиональном уровне. И спустя несколько лет выиграла серебряную медаль Олимпийских игр. Врач, наблюдавший Лиз, начала заниматься с другими молодыми инвалидами конным спортом и получила блестящие результаты. Некоторые молодые люди смогли полностью избавиться от инвалидности, а другие существенно улучшили свое состояние. Лошади спасают миллионы человеческих жизней, даже оставаясь для нас совершенно невидимыми. Во многом, благодаря лошадям, мы избавлены от дифтерии, столбняка, гангрены и многих других смертельных болезней, поскольку никто иной, как лошадь, признана наиболее пригодной для производства вакцин. Из иммунизированной, насыщенной антителами крови лошадей в специальных институтах производят лечебные сыворотки, которые затем в ампулах поступают в поликлинике и в больнице. Таким образом, мы можем выделить несколько направлений, в которых продолжается сотрудничество человека и лошади. Итак, лошадь-атлет и в этой роли она выступает во всех дисциплинах конного спорта, включая бега и скачки. О необходимости объединения, признания бегов и скачек спортом высказалось два года назад на конференции Ивха принцесса Хая и ее идея была встречена с большим воодушевлением. При этом статус лошади должен будет вырасти от инвентаря до атлета и Министерство спорта следует признать это как современную данность. Лошадь-друг это следующее направление сотрудничества. Лошадь для общения, ипотерапии, иконных походов. И, наконец, третья группа лошадь-сотрудник. В качестве сотрудника лошади выступают в МЧС, полиции и здесь должны быть четко регламентированы ее права. Каждое из этих направлений сотрудничества подразумевает запрос на определенные породы лошади и соответствующие рабочие качества. Именно это дает огромную перспективу на целенаправленную работу и для конных заводов, что обеспечивает спрос и предложение. Все равно лошадь выдержит, она не исчезнет до тех пор, пока жив человек, сказал американский писатель и большой любитель лошадей Уильям Фолкнер. Но во многом от нас и прежде всего от нас с вами зависит то, окажутся ли его слова правдой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ